Ребёнок шумный, неудобный, бегает, на месте не сидит, громко кричит. Все эти проявления должны в той или иной мере как-то ухудшать жизнь ребёнка. Если он сейчас проживает что-то невыносимое для его психики, может быть, именно по этой причине он не может ни на чём важном сосредоточиться. Даже какая-нибудь аномия у ребёнка может запросто имитировать симптомы СДВГ. Есть ли вообще лекарства, какие-то таблетки от СДВГ? СДВГ обычно с возрастом становится помягче. Почему ребёнок невнимательный и гиперактивный? И как ему помочь? Есть дети, которых воспитывать сложнее других. Они не могут сидеть на месте, шумят, кричат, невнимательны и не сдерживают эмоции. Возможно, причина в том, что у ребёнка синдром дефицита внимания и гиперактивности, а, возможно, причина совсем другом. Разберёмся в этом сегодня вместе с детским неврологом Данияром Жураевым. Данияр, добрый день. Данияр, а как вообще детям ставят диагноз СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивность? Смотрят по поведению? То есть вот ребёнок шумный, неудобный, бегает, на месте не сидит, громко кричит. Вот по этим признакам специалист может определить точно СДВГ? Замечательный вопрос, потому что как только мы начинаем обсуждать симптомы синдром дефицита внимания и гиперактивности, сразу же многие говорят «О, это у меня, это моё, это мне надо, это моего ребёнка, моего знакомого, моего партнёра». И, конечно же, здесь высок соблазн приписать себе то или иное состояние, которого на самом деле может и не быть. Чтобы разграничить ситуации, когда человек ощущает в себе какие-то проявления дефицита внимания и гиперактивности, или реально их имеет и страдает от этого, созданы специальные критерии. То есть во всём мире утверждены эти критерии, они выглядят следующим образом. Ну, прежде всего, мы должны найти 6 плюс признаков гиперактивности, 6 плюс признаков невнимательности. Это мы прямо с семьёй обсуждаем, какие примеры могут быть. Обязательно мы смотрим, чтобы эти признаки проявлялись в разных условиях, то есть не только дома, а также ещё и в школе, ещё где-нибудь на секции, в коллективе с другими детьми. И, конечно же, все эти проявления должны в той или иной мере как-то ухудшать жизнь ребёнка. То есть если ребёнок, например, очень суетливый, например, в 5 лет, и родители очень сильно переживают по поводу того же, нет ли у него СДВГ, мы можем найти, например, у него какие-нибудь признаки гиперактивности, но сама эта суетливость ребёнку не мешает, то есть, как говорится, страдают все вокруг. И в этом случае мы, конечно, можем говорить о том, что вряд ли здесь будет СДВГ, потому что ребёнку от этого неплохо. А ты можешь вот эти 6 признаков невнимательности, гиперактивности озвучить? Они могут быть абсолютно разными. То есть любая ситуация бытовая или учебная может быть таким признаком. Ну, например, гиперактивность. Ребёнок очень импульсивный. При попытке обняться он, например, может вас травмировать, потому что не рассчитал силу, не рассчитал свои эмоции. Ребёнок очень суетливый, то есть он не может сидеть на месте. Там, где он ест, это вечная область запачканная и невозможно вообще находиться с ним рядом, потому что он постоянно отвлекает своими движениями. У ребёнка очень сложно с торможением. То есть другие дети, например, перестали играть, а он по-прежнему продолжает играть. И таких примеров масса. То же самое с невнимательностью. Ребёнок, к примеру, постоянно витает в облаках. Ребёнок не слышит ваши просьбы. И самое главное помнить, что все эти признаки должны сочетаться с тем, что ребёнок сам от этого ещё и страдает. То есть он испытывает какие-то проблемы. Диагноз этот, Данияр, может поставить только невролог, или только психолог, или только психиатр. Просто я слышу такое, что, знаешь, учитель в школе говорит, кажется, у вашего ребёнка из ДВГ. Может ли воспитатель или педагог о таком говорить? Ну, наверное, здесь нужно продолжить то, что порой критерии не выполняются, а проблемы у окружающих ребёнка есть. Ну, и у ребёнка тоже, может быть, какие-то сложности. И в этом случае мы, может быть, не про СДВГ будем говорить, но про те или иные сложности. И тогда нам не важно, как это называть. Поэтому я обычно призываю прислушиваться к мнению других людей и, конечно же, ориентироваться на то, что в первую очередь мы можем, не опираясь на диагноз, уже помогать ему. Смотри, Данияр, в момент диагностики стоит ли обращать внимание, в каком эмоциональном состоянии ребёнок? Возможно, если он тревожный, если он чего-то боится, если он сейчас проживает что-то невыносимое для его психики, может быть, именно по этой причине он не может ни на чём важном сосредоточиться? Обязательно нужно это делать, потому что чаще всего мы можем найти какие-то состояния, которые сопровождают синдром дефицита внимания и гиперактивности или его подменяют. То есть даже какая-нибудь аномия у ребёнка может запросто имитировать симптомы СДВГ. Или же ситуация, действительно связанная с тревогой или стрессом. Это тоже важно, потому что если у ребёнка есть повод о чём-то беспокоиться, вряд ли он будет концентрировать своё внимание на каких-то вещах второстепенных на данный момент для него. Это справедливо для любого человека. Детям с СДВГ, ну в принципе и без него, бывает сложно контролировать своё поведение и отслеживать эмоции. И супермама Таня подготовила для нас рекомендации, которые помогут ребёнку сосредоточиться и успокоиться. Наша съёмочная группа в гостях у педагога и репетитора Анастасии Шабрат. Здесь проходит занятие будущего первоклассника Игоря. Проблем с усидчивостью и вниманием у него нет, но в практике Анастасии дети с СДВГ встречаются довольно часто. Чтобы помочь такому ребёнку в учёбе и в повседневной жизни, важно грамотно организовать его время и пространство вокруг. Начиная от его распорядка дня и заканчивая хранением его вещей. То есть, чем детальнее у него будет расписан его день, тем этому ребёнку будет комфортнее этот день прожить. Важно обозначить все места хранения, начиная от ключей и заканчивая его рюкзаком. Если это дошкольники, клеим какие-то яркие стикеры. Если это школьники, они уже умеют читать, пишем чек-листы, где у нас всё расписано, чтобы ребёнок знал, где что у него лежит. Совмещать несколько дел сразу – это как раз про детей с СДВГ. Их мозг всегда в поиске источников развлечений. Поэтому сидеть за партой во время урока или выполнения домашнего задания им непросто. Помогает таймер и правило. 15 минут непрерывной работы и только после этого небольшой перерыв. Этот же принцип можно использовать для любых домашних дел. Очень хорошо помогает ситуация выбора. Предлагайте ребёнку выбор. Например, что ты сейчас хочешь сделать больше. Решить две задачи полегче или одну задачу потруднее. Если мы находимся дома, что ты сейчас хочешь сделать первым делом? Заправить свою кровать или убраться вот на этой одной полке. Когда ребёнок видит, что у него есть выбор, у него есть больше мотивации сделать то дело, которое ему кажется более симпатично. В кабинете Анастасии всегда есть сквиши и игрушки антистресс. Они помогают детям со СДВГ справляться с эмоциональными вспышками, чувством тревоги и волнения. Достаточно просто сжать игрушку в руке. Эти дети, они очень импульсивны и очень резко могут вспыхнуть. Как только мы видим, что ребёнок переживает, нервничает, ему сейчас нехорошо эмоционально, то мы приучаем ребёнка, например, это может быть счёт до десяти, это может быть какая-то его любимая считалочка или небольшое стихотворение. Если как только мы видим, что ребёнок заметался, ему сейчас тяжело эмоционально, устанавливаем с ним зрительный контакт и начинаем с ним считать так, чтобы он ни одного раза не запнулся. Если он запнулся, проговаривая счёт или, например, стихотворение, то начинаем всё заново. Галочка напротив любого пункта в списке дел – это повод для похвалы. На занятиях Анастасия отмечает даже небольшое выполненное задание. Для СДВГшек особенно важно не подвергаться критике. Хорошо, прекрасно. Садимся. С детским неврологом Данияром Жураевым мы сегодня обсуждаем диагноз СДВГ и говорим о том, как сделать жизнь неусидчивого и невнимательного ребёнка попроще. Данияр, а может быть такое, что если ребёнок сейчас в каком-то эмоциональном состоянии или что-то с ним происходит, то его психика для того, чтобы ему помочь это всё пережить, специально делает так, чтобы он не концентрировался ни на чём. И вот в этот момент мозг в спокойном состоянии имеет возможность себя подлечить и как-то привести в порядок. Ну, это я так вот по-мамски, конечно, объясняю, но мне кажется, вот какая-то логика в этом есть. По большому счёту, наверное, так неправильно говорить, потому что мы должны рассматривать способность нервной системы что-либо делать как кончаемый ресурс. И если есть какие-то факторы, которые этот ресурс истощают, то на что-то полезное, скорее всего, просто будет не хватать. И это справедливо для любых ситуаций, которые могут каким-то образом вообще в целом влиять на ребёнка негативно, на его поведение, на его нервную систему. Что ты, Данияр, думаешь по поводу лечения СДВГ препаратами? Есть ли вообще лекарства, какие-то таблетки от СДВГ? И нет ли риска, что вот если мы ребёнка и все его какие-то активные, негативные, шумные, заметные эмоции будем сразу же затыкать таблетками, вот нет ли риска, что такой ребёнок вырастет во взрослого, который никогда не сталкивался со своими эмоциями и просто не знает, что с ними делать? Во-первых, начнём с того, что СДВГ обычно с возрастом становится помягче, то есть не такие большие проблемы доставляет, но, опять же, это всё очень индивидуально, какие-то отголоски всё равно могут наблюдаться. Но, во всяком случае, люди уже за то время, когда они с ним живут, с этим состоянием, они уже учатся к нему приспосабливаться. Что же касается препаратов, существуют разные препараты для коррекции преимущественно невнимательности, и с ними не всё так просто. Не всё так просто, потому что их применять нужно постоянно, есть некоторые сложности с доступностью, то есть на любом постсоветском пространстве, конечно же, есть проблемы с доступностью. И, безусловно, там есть и побочные эффекты, которых мы стараемся, конечно же, дозировкой профилактировать, правильно подбирая дозу, но эта проблема по-прежнему значима, и мы на неё тоже ориентируемся. Поэтому, если есть возможность без препаратов помочь ребёнку, и мы понимаем, что это реально, потому что бывает ситуация, где без препаратов никак, то мы стараемся помогать ребёнку без препаратов. Ну, мне кажется, эти препараты вот прописывают для того, чтобы тоже, знаешь, и родителям какую-то немножко передышку дать, ребёнка временно хотя бы привести в порядок. Родители выдохнули, есть ощущение, что не такая уж я и плохая мама, что-то я сделала. Как-то у всех, у всей семьи эмоциональное состояние наладилось, и уже дальше проще есть ресурсы на то, чтобы помогать ребёнку без лекарств. Отчасти это так, но, с другой стороны, наша главная задача сделать так, чтобы ребёнок не испытывал сложности и проблем, и дискомфорта в связи со своим состоянием. И, конечно же, здесь препараты являются определённым костылём, который помогает ребёнку, например, быть более внимательным, собранным, сосредоточенным, лучше учиться и лучше взаимодействовать с людьми, так, чтобы это не вызывало каких-то негативных эмоций у окружающих и у самого ребёнка. Таньяр, давай про высокочувствительных детей поговорим. Мне кажется, что именно вот эта вот их особенность, когда ты на всё реагируешь и просто отсечь ненужное не можешь, и поэтому у тебя нет возможности сосредоточиться. И вот именно эта их особенность этим высокочувствительным детям как раз не даёт возможности где-то вот сесть в школе, сидеть, слушать учителя, смотреть в одну точку и информацию воспринимать. Ну, здесь, наверное, нужно разделить сразу три термина, да, потому что высокочувствительный ребёнок – это достаточно противоречивый термин, но в нём очень многое под ним может скрываться, поэтому мы стараемся его прямо вот в медицинской практике не использовать. Мы его используем чаще всего для объяснения родителям особенностей поведения их ребёнка, которые нельзя объяснить другим способом. То есть это такой описательный больше термин. Во-вторых, всё-таки синдром действительно внимания и гиперактивности – это вот гиперактивность плюс невнимательность – это, безусловно, отдельное состояние, да, то есть оно может быть вообще не связано с никакой чувствительностью ребёнка. И определённо важно сделать акцент на том, что вот эта самая избыточная чувствительность, мы их называем, ну, грубо говоря, высокосенситивными, это тоже переводится в высокочувствительными, но здесь подтекст в том, что на них какие-то определённые факторы действуют намного ярче, чем на другого человека, то есть у них есть свои тактильные потребности, у них есть тактильная неприязнь определённая, у них есть желание испытывать какие-то ощущения более яркие, ну, например, раскачиваться на качелях, например, да, ну, нравится им, да, у них есть потребность больше двигаться, да, для того, чтобы чувствовать своё тело. То есть это тоже отдельная группа. Иными словами, СДВГ – это СДВГ, высокочувствительный ребёнок – это тот ребёнок, у которого есть сенсорные потребности или сенсорная неприязнь, и высокочувствительный ребёнок можно ещё также рассматривать с позиции ребёнок младшего возраста, который странно себя ведёт, и при этом он не похож на какие-то подозрительные заболевания его поведения, но при этом это и не норма. Хорошо. Ну, если я как, знаешь, представляю высокочувствительного ребёнка в школе, солнце на него светит, печёт сильнее, чем других, воротник на рубашке душит, туфли ему обязательно давят, резинка на носках тоже просто отвратительная, мама носки выбрала, ну, и поэтому ты как тут сосредоточишься? Конечно же, ты будешь отвлекаться на всё. Да, и тогда мы можем смело сказать, что это ребёнок, который имеет определённые сенсорные особенности. То есть мы можем просто их описать, нам не нужно описывать обощённо, мы можем так сказать, у ребёнка склонность к светобоязни, к гиперакузии, то есть его громкие звуки вызывают в нём какое-то раздражение, да, или страх, или волнение, у него есть потребность что-либо трогать, и это состояние может быть при норме и не при норме. Вот в чём особенность ещё. Детям с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью сложно учиться в школе. Естественно, проблемы с концентрацией, есть трудности в общении со сверстниками, и супермама Катя подготовила для нас несколько работающих советов, которые помогут ребёнку учиться с лёгкостью. На школьной перемене вихрь хоровода сбивает с ног. Прыжки и всеобщее веселье ощущаются как хаос. Кажется, что каждый участник – гиперактивный ребёнок. Но это далеко не так. Это вполне нормальное поведение для детей, которые просидели урок за партой. На самом деле СДВГ – это диагноз, который ставит врач, невролог или психиатр. Поэтому мы не делаем такое заключение. Психолог в школе не имеет права ставить диагнозы, и вообще у него нет таких обязанностей. Психологи говорят, что ребёнок с СДВГ отличается от детей, которые просто стремятся быть лидерами, отличниками, либо просто воспитаны иным образом в своей семье. Симптомы дефицита внимания и гиперактивности нередко проявляются в форме неусидчивости, импульсивных действий, а также агрессии и отсутствии коммуникабельности с другими детьми. Такие дети не могут сидеть на одном месте, и чаще всего чем больше они утомляются, тем выше становится их двигательная активность. В таком случае педагог замечает, что ребёнок начинает ёрзать, начинает подпрыгивать. Очень часто дети даже могут лечь под парту, встать, пройтись по классу, совершить какие-то импульсивные действия. В таком случае учитель чаще всего старается дать ребёнку какое-то дополнительное задание. Протереть доску, раздать тетради – любое действие, прерывающее рутину, поможет ребёнку. Дело в том, что дети, страдающие СДВГ, на самом деле их мозг постоянно находится в дефиците полезных веществ, которые ребёнку может дать только прилив свежей крови, а это происходит в движении. Таким образом, загружая ребёнка двигательной активностью, можно улучшить его показатели деятельности. Обычно учителя отсаживают шумных детей подальше. Но в случае с гиперактивным ребёнком лучше поступить иначе – посадить его за первую парту. В случае, когда он видит, что ребёнок начинает ёрзать или отвлекаться, первый метод – это тактильный контакт. Необходимо подойти, взять ребёнка за руку или положить руку на плечо. Таким образом, сохраняется зрительный контакт и это внимание, которое рассеивается. Дети с дефицитом внимания могут выкрикивать ответы с места или даже выбежать к доске. При этом они чаще всего отлично усваивают все задания. Дети с синдромом дефицита внимания чаще всего интеллектуально достаточно хорошо развиты. И такие дети нуждаются в постоянной подпитке дополнительными заданиями. Учителя знают, что однотипные задания для детей с СДВГ – не лучший вариант. Программу для них в условиях школьной реальности опытный педагог может гибко переформатировать, сделать разнообразнее. Это помогает уделить и другим детям внимание во время урока. Большой объем заданий их также пугает. Такие дети сразу теряют концентрацию внимания, когда видят большой объем заданий. И часть этих заданий могут просто «забыть» выполнить. Для гиперактивных детей большой объем заданий дробим, чтобы дети не теряли мотивацию. А вот оценку выставляем справедливо, применяя систему бонусов и плюсиков, чтобы замотивировать на повышение уровня усвоения заданий. Это проект «Мамина школа» и сегодня с нами на связи детский невролог Данияр Жураев. Мы разбираемся с диагнозом СДВГ и хотим поддержать всех родителей неусидчивых и не сдержанных детей. Данияр, замечал ли ты такое, что современные родители, им вообще сложно принимать то, что твой ребенок чем-то отличается от других? То есть пытаются какого-то неусидчивого, шумного, активного, импульсивного ребенка подтянуть до нормы. Но есть ли вообще эта норма? Она существует? То есть все дети должны быть обязательно одинаковыми? Ну, нормы, безусловно, существуют. Вопрос только в том, для чего эта норма. Любой показатель, который мы хотим привести в порядок, он должен какую-то цель преследовать. И если мы говорим про здорового ребенка, то норма может быть просто колоссальной. Разбег этой нормы может быть просто огромный. Поэтому, да, нормы есть. Да, большинство детей в общепредставляемую норму не подходят, да, потому что они неудобные. И это тоже нормально, потому что все дети удобными быть не могут. То есть дети показывают свое развитие в тех условиях, в тех требованиях, которые к ним предъявляют. Соответственно, если требования будут достаточно высокие, то у большинства детей будут сложности соответствовать ему. Вот смотри, Данияр, все говорят о том, что СДВГ – это невозможность сосредоточить свое внимание на чем-то. Но есть же и другая крайность, когда, наоборот, человек с СДВГ на чем-то очень сильно фокусирует свое внимание. Его еще называют гиперфокус. И просто обо всем остальном даже думать не может. Вплоть до того, что забывают и поесть, и в туалет сходить. Вот что в этих случаях делать и как помочь ребенку или самому себе? Ну, в первую очередь, я отмечу, что гиперфокус не является каким-либо симптомом. Это больше вполне логичное, вытекающее состояние из самого техцита внимания. Потому что, если тебе на многое сложно уделять внимание, и ты не можешь долго заниматься каким-то делом, то вполне возможно, что ты найдешь такое дело, которое тебе понравится, при котором будет мотивация. И тут будет проблема в том, что ты не сможешь отвлечься. То есть тебе будет сложно переключить внимание на какую-то новую, другую задачу. И, конечно же, мы должны понимать, что этот гиперфокус должен быть тоже логичным. То есть, если у ребенка склонность к изучению биографии всех генсеков, то, скорее всего, это очень напряженная ситуация. А если, например, он при этом программирует, ему нравится, он реализует какие-то свои потребности и таланты, и вполне себе показывает результат, то это здорово. Поэтому мы должны смотреть еще, что это за гиперфокус, на что он направлен, нет ли в нем каких-то вычурных черт. Данилер, может ли СДВГ сочетаться еще с какими-то другими состояниями? Нервные тики, навязчивые движения, может быть, что-то еще? Вот как раз, как ты говорил, то, что мешает ребенку нормально жить. Да, это очень частая ситуация. Наверное, СДВГ в чистом виде найти будет крайне сложно. Потому что СДВГ всегда будет сочетаться, почти что всегда сочетаться с какими-то проявлениями, будь то связанными с патологическими состояниями, будь то связанными с какими-то вполне себе терпимыми проявлениями. Ну, смотрите, по поводу тиков. Да, часто это бывает. Потому что определенные механизмы могут вполне себе существовать бок о бок. То есть нарушение контроля внимания и нарушение контроля за движениями. И, пожалуйста, мы имеем ребенка с СДВГ истиками. Второй пример, который бы я, наверное, хотел выделить, это СДВГ в сочетании с особенностями эмоциональной регуляции. Вы наверняка представляете такого ребенка. Если представляете, то он будет очень эмоциональный. То есть он будет легко заводиться, его можно будет очень легко обидеть, он не терпит отказов. Плачет. И тут мы переходим к следующему примеру. Это, например, оппозиционно вызывающее расстройство. Тот самый случай, когда ребенка очень долго, например, критикуют, и он в какой-то момент говорит, да, я вот такой плохой, да, я двоечник, да, и что? И что вы мне сделаете? И начинается протестное поведение, которое просто всех до белого коленя доводит. И это тоже проявление, это тоже расстройство, которое может быть фоном, а может быть последствием неправильной работы с ребенком с СДВГ. СДВГ и аутизм. Такое бывает вместе? Вот если да, то как таким детям помочь? Да. И это тот случай, когда мы должны обратить внимание на проявления СДВГ, которые возникают преимущественно в раннем возрасте. Ну, то есть где-то в районе с года до пяти, да. И если мы видим очень гиперактивного ребенка, которого очень трудно затормозить, который не всегда нас слышит, который может делать что-то то, что хочет только он делать, если у него бывают проблемы с поведением, здесь однозначно нужно поговорить со специалистом, кто умеет диагностировать нарушения развития. Потому что это может быть одним из маскирующих признаков реальной проблемы, например, расстройства оптического спектра. Это реально. Даниэр, мы с тобой в начале программы говорили о том, что родителям таких детей сложнее, чем другим. Может, есть у тебя к концу нашего выпуска какие-то поддерживающие слова, которые помогут мамам и папам с этим со всем справиться? Да, безусловно, есть. Я тоже родитель ребенка, у которого не все сферы укладываются в норму, но при этом он очень талантлив и замечательный. Ну, я думаю, мы все про своих детей как думаем. Но в качестве поддержки вам скажу следующее. Очень много приятной литературы уже на эту тему на русском языке написано. Можно ее изучать и не бояться то, что вы прочтете что-то не то, потому что чаще всего там адекватные советы, которые действительно работают. Очень много специалистов сейчас работают. Эта работа, возможно, в онлайн формате, когда специалист сопровождает семью, отвечает на вопросы семьи и помогает семье учиться взаимодействовать с собственным ребенком эффективно. Я сам через это прошел, поэтому могу сказать, что это тоже здорово работает. И, конечно же, не сильно унывать, потому что острый период синдрома дефицита внимальной гиперактивности длится несколько лет. Дальше становится уже чуть-чуть полегче, если это не какая-то прям тяжелая ситуация. А тяжелая ситуация возникает редко. Поэтому сил всем нам. Это очень оптимистичные новости. Тебе за них, Даниэр, большое спасибо. Пожалуйста. После того, что мы сегодня обсудили, вы, возможно, начнете иначе смотреть и реагировать на своего ребенка. И поймете, что для того, чтобы ребенок слышал, слушался и мог сосредоточиться, ему нужно быть в покое, без тревоги и в хороших отношениях со взрослыми. Так что, дорогие родители, всем вам терпение. По крайней мере, для того, чтобы дождаться, пока ребенок и его нервная система дозреют. Это была программа «Мамина школа». Ставьте лайк нашему проекту и подписывайтесь на наш канал. А мы с вами увидимся ровно через неделю.